115 миллионов рублей. Ровно столько будет стоить бюджету нашего города налаживание хороших добрососедских отношений между представителями разных национальностей. Из этой суммы 350 тысяч рублей потратят на организацию уголков мигранта в библиотеках. Еще какую-то часть израсходуют на создание положительного образа приезжих рабочих через публикации в районных газетах. Все это чиновники Смольного назвали программой по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. Можно ли за такие деньги и такими методами сделать всех людей братьями, выясняли последние известия. Стабильная работа, хорошая зарплата и пробежки с женой по выходным. Положительный образ Баймурата Лабердеев, он же Таджик Джимми, создал себе сам через шоу-бизнес. Сначала стал интернет-знаменитостью, потом выступал на корпоративах и снимался в кино. Параллельно знакомился с культурой города и учил русский язык. Два месяца я очень так, аксинт у меня, потом смотрю все так по-русски разговаривают, я тоже, тоже привет, привет, так, и тоже как научил. История Баймурата все-таки единичный пример удачной интеграции. Остальным гостям города должна помочь программа комитета по межнациональным отношениям. Чиновники предлагают формировать положительный образ мигранта через районные газеты. У нас слишком любят осветить какие-либо преступления, совершенные мигрантами, но не видят за ними конкретного маленького человека, который трудится на благо Санкт-Петербурга и всей страны. Газеты с небольшим тиражом, по мнению специалистов комитета, могут конкурировать с крупными СМИ. Но статьи и буклеты лишь часть работы и далеко не самое важное, считают психологи. В первую очередь гостям города и жителям нужно сесть за круглый стол и попытаться договориться. Прежде всего нужно объяснить людям и жителям Санкт-Петербурга ясную миграционную политику. Есть определенные методы работы с людьми, типа встреч, тренингов, объяснений и так далее. Я не думаю, что хорошо будут работать просто напечатанные какие-то брошюры. В новой программе попытались учесть и нужды самих мигрантов. Для них предусмотрены специальные стенды в библиотеках. Пока эти стенды выглядят вот так. Но в будущем рядом с информационными буклетами должны появиться компьютеры и книги по истории города. Это пилотный проект. Когда мы его откатаем и получим первые данные о посещении, в той литературе, которая интересуется мигрант, о тех вопросах, которые он поднимает, мы будем понимать социальную базу и будем понимать количество, которое действительно необходима информации. Пока мигрантов я не видел, ну, наверное, опять там, за редким каким-то исключением, когда люди заходят там погреться, в туалет сходить, там, чашку кофе выпить. Вот. В таком массовом каком-то порядке, так, чтобы было понятно, что люди приходят, книжки почитать. Вот. Или там получить какую-то консультацию. Этого, конечно, нет. За помощью и информацией приезжие чаще всего обращаются к Севаре Маноновой. Она и с жильем поможет, и адвоката найдет. Человек, когда придет сюда, приезжает в Питер, они не знают, куда надо обращаться, просто обращают через знакомых. Через знакомых это можно найти. А в эту библиотеку бесполезно надо идти. Сама Севара уже давно оформила документы и выучила русский язык, но официально устроиться не может даже дворником. Поэтому собирается уезжать. Говорит, что мигранты могли бы интегрироваться самостоятельно. Был бы стимул. И ведь нужно немного. Любая работа, небольшая зарплата и хотя бы один выходной. Например, для похода в библиотеку. Продолжение следует...